итак господа продолжение мотор я уже собрал накинул крышку зажигания думаю это я уже не буду снимать далее крышку накинул прокладку на герметик масляный фильтр не забываем ну кик накинул шапун карп как бы тоже думаю любой сможет накинуть итак теперь у нас пойдет теория данный двигатель у нас 139 какой-то там fmb 139 блок этот был чистый полтос с электро стартером будут был электро стартер сверху стоял как я ранее говорил я обрезал его заварил аргоном тут все есть уже предыдущие видео на канале как это все делается крышка от 140 ки 125 ки зажигание тоже от нее цилиндр 125 ки 52 что ли диаметр также 50 с чем-то ход поршня коленвал это десятки вроде бы не помню дона собирает и движок башка 140 заглушен масляный радиатор просверлен тут канал и как я рассказывал так в общих чертах все расскажу удлинен шатун шатун с 12 нет с 14 пальцем удлинен на 11 примерно миллиметров впуск от 140 ки это у нас кто я даже не знаю какой карп тут стоит 26 что ли вообще не помню короче стоял на 140 ки ки 125 ки тонкий вал вот и крышка вот еще менять это временный колхоз сцепа 110 2 диска к сожалению не 3 как на 125 новых идет колхозных стоял чугунный цилиндр также стоит алюминиевый говорил из доработок звезда грм на 16 зубов места 14 на коленвалу 16 здесь ой 36 или 38 не помню короче большие звезды грм коробка штатная полтос стандартный ряд ножка алюминиевая все такое так далее все общение то степ пошел и так что дает удлинение шатуна как бы я к этому пришел из того что был вынужден либо удлинять шатун либо резать цилиндр и оставлять 13 палец и оставлять 110 поршень здесь поршни от 125 ки кто знает он с таким большим вытеснителем мы с большими цикловками под клапана 110 к плоский поршень без вытеснителя с маленькими цикловками сейчас все вращается ничего клапана не гнет но при обрыве цепи цепи грм я не знаю будет гнуть не будет неизвестно ну и бог с ним далее новые клапана стоит вся херня то есть хотел рассказать увеличен rs двигателя за счет того что удлинен поршень как у нас посчитать rs рассчитается соотношение хода поршня на ход до поршень на длину шатуна шатуна здесь длина неизвестно ну как неизвестно я конечно померил в интернете гуглил штатный шатун хотел добавить десятку ну 10 миллиметров не нашел этих размеров там что-то 120 чем-то пишут также в формулах по расчету rs точно не нашел указание по каким критериям мериться шатун либо по центрам и ну по центрам как бы оси потому что шейки коленвалов у всех разные в этом будет большая погрешность также либо по ну типа там идет форме ли формуле л шатуна это допустим вот если одна шейка 2 ну типа по вот этому расстоянию по этому расстоянию у меня выходит 80 миллиметров я замерил что-то он в приходе и поршня 50 с чем-то 52 что-лили 50 что-то такое 50 чем-то не помню точно уже забыл ну штатное колено короче ну то есть не штатное штат это вообще 40 с чем-то имеет ход все не ошибаюсь вот и поэтому в общем по расчетам по одному расчету если брать вот эту длину но я думаю что это неправильная длина для формула то получается у меня rs 1.6 копейками при золотой середине 1.7 получается и ничего не потерял также здесь почти квадрат 52 и 4 поршневая то значит 50 чем-то и ход колено вот выходит около 120 кубов что такое считал примерно не ровно 125 ну это как бы такой китайский заговор у всех так не ходит их и движков так и а если считать по центрам то мне раз выходит ровно двушку как бы это такой завышенный показатель рс а также что он дает этот рс это блин уже опять ночь на улице видите и спать хочу раз там дает что что у нас поршень зависает больше в верхнем мертвой точки для того чтобы смесь у нас оптимально сгорела и вся энергия без ударов без всяких детона толкнула поршень вниз вот он нужен для для движков как бы крутящихся для короткоходных движков длинный шатун как бы тоже особо бессмысленно ну конечно есть лет что еще говорящий сам себе перечим на пора спать в общем в чем прикол этого двигателя то что здесь большая поршневая от сад пример ну как относительно маленький ход квадрат удлинен шату на сантиметр увеличенный рс что поршень больше зависал в верхнем мертвой точке при перекладке короткий шатун если у нас будет то поршень будет быстрее телепаться тем самым у нас больше идет нагрев на трение вот то что приходится крутить крутить чтобы добавить мощи рс у нас поднимает в основе верха также для верхов установлена башка 140 с большими клапанами маленькие клапан ну то есть большие клапана на низах особо не не дают привилегий никаких так как скорость воздушного потока и так медленно она еще больше замедляется вот наполнение как бы херня будет для верхов большие клапана плюс голова с большой продувкой удлиненный шатун на сантиметр рс двушка короче это просто же есть да я говорил теория будет нужно вот как этот движок повалит будут будет уже следующих сериях уже подготовил тут все зажигание проверил кикнул кикается вообще дико тяжело тяжело вот так вот он выглядит у нас тут красавица ну тупо башка пяток с сороковка а блок от альфы получилось в принципе мне нравится очень красиво что было если загуглите альфа дельта движок новый знает альфу похоже только вот эта крышка то что мустанг шмустанг но это все вырежется выкинется вот это тупо сороковка попытаюсь ставить все видео как варил шатун фотки да думаю видео выйдет интересным но кому как также обязательно пишите в комментариях на что вам ответить какие будут у вас вопросы там может возникнуть и все такое я хочу уже спать завтра наверно буду вот кидать на раму пытаться завести вот самый главный доработок вот это конечно да и такой двигатель не каждый может собрать так как нужны услуги аргонщика удлинять шатун не каждый так захочет крышки там все такое проще выкинуть купить тот же движок 125 бушку восстановить ну конечно раз на раз как попадет вот ну и все наверно так же доменял звезды на горе нет вроде уже все рассказал также надеюсь что здесь защита станет по штату в эти ушки так как смещение произошло не знаю будет видно далее карабас у нас здесь по кругу все вверх либо все вниз ну по кругу короче 1 3 3 4 нейтралка и ну придется привыкать к этому вот в общем вот так чуваки до видео очень длинная но тюнинг не бывает коротким всегда все долго долго ладно всем пока обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк если вам было полезно это видео задавайте свои вопросы в комментарии да какие вам еще видосы снять по сборке коробки конечно я не снял на этом движке но у меня есть карабас от 140 ковки я могу на нем показать если вам будет интересно пишите и все вроде бы остальные видос как херня будут валить уже на канале будут все всем пока в инстаграм также не забывайте подписаться там все выходит перед всего все фотки все всем спокойной ночи